Меня зовут Люда, я с Милкрика. Энкаунтер я проходила уже два раза. Это был мой третий энкаунтер. Конечно, на него я не хотела ехать. И я считала, что зачем ехать туда? И когда мне сказали, что ты должна ехать на энкаунтер, я с таким выражением лица, а зачем? Все прошли, все сделали. Вы знаете, нет, не все. Иногда мы не все проходим, иногда то, что-то цепляет нас, и мы не замечаем. Это окружающие, это слова, которые влаживаются, знаете, мы их не слушаем, но не вложились. Мы открыли небольшую дырочку, а дьяволу хватит. И эти слова просто начали разрушать меня внутри. Я иногда сама себя ловила на том, что я могла плакать ночью. Эти слова начинали работать во мне. Дорогой Господи, это не должно быть у нас. Мы же сильны в тебе. И когда я приехала на энкаунтер, конечно, мы опоздали. Меня туда привезли, я сама не приехала. Ну, конечно, сумка у меня была готова для этого. И я так приехала такой выражением лица. Но знаете, когда мы зашли внутрь, я так почувствовала такую теплоту. Это как, знаете, как в сильно холодную погоду погреться у печки. Знаете, такая теплота почувствовалась. И я сразу взяла ручку в руки и написала на листочке. Господь, я здесь. Как бы я переступила этот порог. Я сделала шаг тебе, а теперь твоя работа. Открой мне. Вы знаете, мне Бог открыл. И я действительно благодарна той команде, которая вымаливала нас у Бога, стояла в постах и в молитве, в проломе за то, чтобы эти двери были закрыты. Пусть вас Бог благословит. Это действительно то, что необходимо для нас. Чтобы продолжать дальше нашу цель, которую Бог ставит в жизни нашей, мы должны друг друга держать. Я просто благодарю Бога и благословляю вас. И я благодарю кухню. А также благодарю тех, которые служили. Просто дежурные. Они как, знаете, как звонки. Девочке осталось 10 минут. Девочке 8 минут осталось. Девочке 5. Знаете, это как звонки, как будильник в голове. Дзинь тебе. Окей, пора идти. Все, будьте благословены. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.